В связи с пандемией коронавируса установы социальной обороны насильства уводят додатковые послуги для одиноких и одиноко проживающих со старых людей. По телефону социальных центров можно заказать доставку на дом продуктов харчевания, леков и предметов первой необходимости. На протягу некоторых ближайших тыдней такая послуга будет оказываться бесплатной. Наши корреспонденты подекавились под обязанностями. На новый режим працы территориальные центры социального обслуговывания перешли, примерно, два тыдни тому. Тогда тут часово отменили деятельность гуртков, у которых занимаются основным молодые инвалиды и люди во взрослении больше 60 лет. Теперь все 25 размещенные у Гомельской области центры начали оказывать еще одну послугу. На протягу, как минимум, двух ближайших тыдней сюда может потелефоновать любой одиноко проживающий пенсионер и бесплатно заказать доставку до дому продуктов харчевания, леков и предметов первой необходимости. Социальные службы запросятся на допомогу волонтеров, которых обовязково будет сопровождать работник центра. Это позволит избегнуть выпадков махлярства, относенных до состарылых. Человеку будет сообщено, какой именно специалист придет к нему для того, чтобы можно было проверить документы, чтобы пресечь противоправные действия в отношении граждан, проживающих на территории нашего района. И если не будет хватать специалистов наших, то мы, конечно же, наладили работу с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи и Красного Креста. Волонтеры этих организаций будут приходить к пенсионерам, к нашим, совместно со специалистами центра, опять же, для того, чтобы можно было проконтролировать, кто именно пришел. А прошу представников БРСМ и Червоного Крыжа, допомогу социальной службе будут оказывать так само супрацовники Белпошты. Их задача – доставка на дом пенсии и паштовых отправлений. В совете с рекомендациями медиков, грамадянам старейшим за 60 годов, лепш позбегать наведывания места массового знаходжения людей. По этой причине у специализованных установах на кшталт домо-интернатов вводятся карантинные мероприемства. У нас функционируют в области 14 интернатных учреждений, где проживают, соответственно, инвалиды и граждане пожилого возраста, в которых также сегодня обеспечены так называемые карантинные мероприятия, то есть определенно ограничен доступ для того, чтобы не было никаких внешних воздействий. И, соответственно, люди живут обычной жизнью, как и жили до, так скажем, эпидемии, и функционируют учреждения на нормальной основе. Давидаться об номерах телефона у Центров социального обслугования можно на сайте Комитета по праце, занятости и социальной обороне у Гомельска Габл-Ваканкама. Алексей Нцюров, Марина Джала, Игорь Маришченко, Телера, до компании Гомель.